А я сейчас покажу, что мы видим. Во-первых, с назначения и с начала исследования, примерно в начале 2000-х, наша лаборатория начала первые тесты делать где-то в конце 90-х, в начале 2000-х. И HER2 или CRBB2 был одним или, наверное, первым маркером, который мы исследовали в парадигме фармакодиагностики. И у нас был определенный алгоритм, который был разработан в ходе больших клинических исследований для селекции пациентов, которые подвергаются терапии транстозумабом. И прошел достаточно длинный цикл, кому эффективно, кому нет. НСАБП-31, НСАБП-47 и многие другие исследования. И десятки тысяч пациенток позволили сформировать сложный многоступенчатый отбор скрининга. Алгоритм скрининга на HER2-позитивный. Вместе с этим, поскольку прошло много лет, мы начали понимать о том, что статус HER2 гетерогенен по времени, как от биопсии до метастаза, так и после проводимой адъювантной или неадъювантной терапии. И что я хочу подчеркнуть, опять же, эти два пункта немыслимые без лабораторной воспроизводимости и внешнего контроля качества. Вот этот самый алгоритм, который существует и действует до сих пор. То есть позитивный HER2-статус определяется как HER2-окраска, полноинтенсивное мембранное окрашивание более 10% опухолевых клеток, либо позитивный статус определяется по наличию фиш позитивного апплификации. Все остальное относится к отрицательному статусу. И вот он взгляд патолога. Что мы здесь видим? Мы здесь видим примерно процентов на 70 отрицательную HER2-негативную опухоль и примерно процентов 30 площади препарата занято опухолевыми клетками с высокой экспрессией. Это видно. Сейчас АСКО, оно и раньше было, но сейчас очень сильно прописываются вот эти правила, что смотреть нужно статус 3+, тебе введен, с увеличения лупы, то есть с пятерки, увеличения микроскопа. Два креста — это умеренное мембранное окрашивание более 10% опухолевых клеток. Мы смотрим это уже на увеличение 10% объектива. Единица — мы смотрим. Все то же самое, 10% слабое или едва заметное мембранное окрашивание. Также 10%, но здесь меняется критерий. То есть мы снижаемся, все время спускаемся в партер, так сказать, к препарату с увеличением 20 и 30. Мы увидим вот такие вот мембраны. Ой, 20 и 40. Вот, пожалуйста, еще вам образец. То, что видит патолог. Увеличение 20 или 40 мы видим едва заметное мембранное, подчеркивается, мембранное окрашивание опухолевых клеток. И ноль. Ноль — это значит ноль. Нет мембранного окрашивания опухолевых клеток. Вчера началась Американо-канадская ассоциация начала свои заседания. Ну, понимаете, там почти 90 тысяч патологов в Америке, в Канаде и являются членами ЕСКАП. И я бы сказала, что, наверное, это все-таки мировой форум патологов. И вчера Элисон Кимберли, она рассказывала о том, как оценивать HER2 и что такое парадигма HER2-лоу. Вот смотрите, вот это опухоль. Мы видим, что окрашивание сохранилось на территории, ну, наверное, меньше 10% опухолевых клеток. Вот это увеличение 40. И она подчеркивала, что только на увеличении 40 мы можем говорить о том, что ноль является нулем. То есть это определенный алгоритм работы морфолога при оценке статуса HER2. То есть если мы каждую опухоль будем исследовать на сороковке, у нас очень много будет троек. Но для тройки существует свой объектив. Это 5. Для двойки свой объектив. Это десятка следующий, да, по нарастающей. Для единицы это двадцатка или сороковка. И для нуля тоже. И только тогда этот алгоритм нам позволит выявить когорту опухоли, которые имеют едва заметное мембранное окрашивание менее 10% опухолевых клеток. И здесь принципиально важным является характеристика внешнего контроля. Что такое внешний контроль? Это у тебя на том стекле, который проводится тест HER2 клинически, рядом находится образец других, в данном случае ксенографты. Это клеточные линии, в которых запрограммировано число позитивных HER2 белков. И здесь у нас контроль окрашен так, как положено. И для тройки это пятерка объектив, для двойки десятка и сорок объектив для более, так сказать, меньших количеств HER2. Это еще один, это уже тканевой, не ксенографты, не клеточные линии, а тканевые контроли. И подчеркивается необходимость наличия нескольких тканевых контролей с несколькими видами экспрессии при оценке клинического случая. Что происходит у нас? Да, у нас вроде научились, не воспринимается в штыки лаборантским сообществом, что нужно еще положить один дополнительный срез в виде контроля. Но срезов должно быть не один, а пять. Это ноль, один, два позитивные, два негативные и три. Тогда, если есть вот такой вот контроль, это и есть залог надежности иммуногистохимического исследования. Почему в нашем заключении для вас необходимо отражать клон антитела и платформу, на которой проводилось исследование? Для ПДЛ все выучили, да, 20-23, СП-142, их разницу и препараты. Но, понимаете, все то же самое касается и HER2 статуса, потому что этот препарат является проводником для фармакотерапии. А мы являемся участниками процесса фармакодиагностики. Итак, что такое первичное антитело? Если мы говорим о первичном антителе 4B5, я уверена, что никто из клиницистов не в курсе, каким антителом происходит окрашивание клинических случаев. Никто. И морфологи редко знают. 4B5 — это винтановское антитело, которое входит в состав коммерческого набора PASWEI. Херцептест — это еще одно коммерческое антитело, это набор, в котором схема использования каждого из входящих в набор реагентов прописана. Вот эти три оставшихся, А0485, СП3 и СБ11, это, скажем так, во всем мире больше половины тестов приходится на А0485. Когда был вопрос по поводу сложной ситуации нашей, в которую мы попали, и о попытках найти выход, понимаете, мы можем скатиться в ситуацию, когда мы пользуемся FDA-approved системами, это PASWEI или Герцептест, но ввиду наших особых обстоятельств мы сейчас будем спускаться на уровень ниже, на уровень поликлонального антитела А0485 с ручным протоколом окраски, который открывает широкое поле для высочайшей вариабельности. И платформа, на которой проводилось исследование, то есть какая машина, было ли это машинное окрашивание или автомат, автостейнер, либо это руками разносили антитело, это принципиальное значение имеет. Вернусь все-таки к этому слайду. Дака, это производитель антител, разработала специальное антитело для диагностики статуса HER2-low, который выявляет гораздо больше, практически в два раза больше случаев по сравнению с FDA-approved хорошей системой, которая называется PASWEI-4B5 от Пентаны. Понимаете? И мы должны это отражать в своем заключении. Здесь показаны результаты внешнего контроля качества HER2, который проводится Институтом контроля качества северных стран, Нордик. Наша лаборатория до определенного времени участвовала, принимала участие в этом внешнем контроле. То есть ситуация, когда мы красили их стекла и отправляли им на оценку того, как проходит наше качество, являемся ли мы в хорошем, соответствуем ли мы этому требованию, их предъявляемым требованиям. И, например, в Англии и в северных странах, если лаборатория не принимает участие во внешнем тестировании, она не имеет права говорить о том, что она является участником диагностического и фармакодиагностического процесса. По поводу HER2-low. Вот этот протокол, он текущий, заявлен и в этом году АСКА не пересмотрела, не ввела новую графу. А мы, зная о том, что существует клинический интерес, и мы все-таки клиникоориентированы, патологи, зная о том, что существуют определенные другие протоколы и оценивания, и выходы в клинику, основываясь в основном, конечно, на этой статье и на ряде других клинических исследованиях, введение категории, понимаете, я, например, считаю, что, несмотря на то, что АСКА говорит, пока не надо, я все-таки считаю, что мы должны выделять, и это мы сделали в РОМовских рекомендациях, разделить оценку в баллах ноль, она у нас сконтаминирована. Смотрите, вот это действующая рекомендация, АСКА и, по-моему, и русская также. Видите, что такое ноль? Это полное отсутствие мембранного окрашивания и частично, едва заметно мембранное окрашивание менее 10% опухолев клеток. А дальше все более 10%. Мы предлагаем и предложили, и уже записали, что если мы разделим вот эту контаминированную категорию и оставим ноль как ноль, ноль — это полное отсутствие мембранного окрашивания, а то, что до 10%, от нуля до 10%, то есть если есть хоть что-нибудь частично, едва заметно слабое окрашивание, но этих клеток недостаточно, это и есть категория сверхнизкая, ультра-лоу. И введение также пункта о пороге позитивно окрашенных опухолев клеток больше 10% или меньше 10%. То есть такая небольшая модификация заключения. Что хотелось бы мне подчеркнуть, что обнаружение положительного статуса ХЕР-2 в таких случаях, как низкая степень опухоли, рак низкой степени злокачности, но ХЕР-2 на 3 креста, этого не бывает. Или любой специальный тип, то, что Владислав Владимирович сегодня говорил, тубулярные, классические, дольковые, муцинозные, криброзные, если мы там видим 2-3 креста, нужно перепроверить, либо гистология что-то говорит не так, либо, скорее всего, ХЕР-2 что-то пошло не так по протоколу. Особенно если у нас не будет доступа к ФДА-профт-системам, это такое может быть, мы должны это прогнозировать. И поэтому мы должны всегда ослечать гистологическое исследование, которое идет первое, с дополнительным иммуногистохимическим исследованием. И неопределенный уровень ХЕР-2, флюоресцентное исследование, маркирование двух зондов, зонд с ХЕР-2 и локус 17-й хромосомы. Но я хочу сказать, что АСКОКАП делит сейчас не на 2 категнет-дихотомии, не амплифицирован или амплифицирован, а разделяет на 5 групп в соответствии с средним числом сигналов с гена, средним числом хромосом и их соотношением. И вот эти 5 групп у меня здесь представлены на слайде. Ну и под конец хочу. А как видео запустить? Вот. Это то, как мы видим. Мы обозначаем ДАПИ. То есть у нас все препараты оцифровываются. Обозначаем ДАПИ. Это итоговое синенькое. А то, что я кручу видео, это современные технологии, которые позволяют, условно говоря, взять эту клеточку, как бы в руки, покрутить и увидеть количество все-таки сигналов со всех, со всех, со всех ракурсов, разглядеть и дать вам правильное заключение. Спасибо. 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 Продолжение следует...